Друзья, ну вот такая вот информация. Кроме этого, недавно была информация о том, что в принципе в Кремле было принято решение с тем, что главу ЧВК Пригожина и его командиров было принято устранить. Ну, соответственно, это сразу не получится. Необходимо время. Я хочу еще раз подчеркнуть то, что начинается мятежом. Это был просто бунт. Это не было военное наступление на Москву и попытка занять место Путина. Я это называю, знаете, этот формат для меня, он такой очень интересный. Для меня дошло наконец, как это на самом деле выглядит. Это выглядело, знаете, как поведение сына-подростка, которому не хватает внимания отца, с которым отец по каким-то причинам перестал общаться. И вот он идет на крайние меры. И поведение Пригожина было именно таким. Некоторые серьезные эксперты по-серьезному считали, и, кстати, такие люди, как Арестович, которые имеют невероятную популярность в нашей стране, он у Фейгина открыто говорил о том, что как он разочарован, как ему больно было, что Пригожин не дошел до Москвы. Осталось два часа. Парадокс заключается в том, что большинство, не большинство, а многие серьезные эксперты, военные эксперты, политические, верили в то, что Пригожин делает переворот в России. Но совершенно очевидно, я в своих роликах об этом говорил, что Пригожин делает определенную акцию против Шойгу и против Герасимова, показав Путину свое влияние в том числе. При этом не навредив Путину. На самом деле, то, что сделал Пригожин, оно имеет, конечно, далеко идущие последствия, потому что весь мир увидел в очередной раз. Первый раз мир увидел о том, что Россия дырявая и король голый, когда Путин напал полномасштабным вторжением 24 февраля 2022 года. А второй раз мир увидел о том, что Россия дырявая и король голый, и король трус бегает, прям сверкает пятками, когда был бунт Пригожина. И таким образом Пригожин нанес колоссальный просто вред Путину. Да, Путин подготовится к следующему подобному бунту или мятежу, уже более серьезному, да, где люди будут преследовать более радикальные действия по смене власти, уничтожению его и так далее. Но сам факт, прецедент уже создан, поэтому самое сильное, в общем, потрясение для Путина было уже сделано, так что впереди развязка этой ситуации. И Пригожин к ней приложил непосредственно свое участие, в общем, в полной мере и красоты. Так вот, эти взаимоотношения между Пригожиным и Путиным, они выглядят непосредственно, что подобным бунтом Пригожин хотел, мальчик-подросток, хотел привлечь внимание своего папы, который с ним не общается, или который ушел из семьи, которому не хватает внимания, любви. И все время, пока они шли до Ростова, Пригожин по дороге рассказывал с самого начала, и по дороге он рассказывал до самого конца, как этот бунт не против Путина, а он требует, это его Димаш против Шойгу и Герасимова. И то, что я прочитал вам сейчас в телеграм-канале Генерал СВР, эту информацию, в общем, она идентична тому, что я говорю. Поэтому наши эксперты тоже, знаете, удивительные люди, но каждому свое. Ошибаются, безусловно, все люди, все эксперты, все обозреватели и даже такие простые обозреватели, как я. Вот. Ну, друзья, вот такая вот интересная информация. Будь мой рад, друзья. Я Самвел, украинский армянин, и я представляю информационный центр КАП. И если вам нравится то, что делает наш информационный центр КАП, то обязательно ставьте лайки, но в первую очередь подпишитесь на наш Ютуб, на наш Телеграм-канал, на наш ТикТок, очень активный, на Инстаграм и на Фейсбук, на пять площадках, где мы публикуемся. Так что, друзья, будьте щедры, будь мой орач, орач и только орач и капи меч. Целую вас, мои сладенькие.